Всем привет, с вами Леонид, а также сегодня с нами будет Александр, он же Ел, он же Отвертка. Да, всем привет, ребята, сегодня мы вам покажем... Стой, стой, подожди, мы же договаривались, давай выключаешь свою говорилку. Ну ладно, ладно, ребята, всем привет, с вами Ел, наконец-таки я купил себе микрофон и могу с вами говорить человеческим голосом. В этом видео мы хотим напомнить о 10 игровых режимах Counter-Strike, на которые мы тратили раньше огромную кучу времени. Также мы ответим на самые популярные вопросы, которые накопились в комментариях под нашими видео и в нашей группе ВКонтакте. Кстати говоря, ссылочка на нее будет в описании под этим видео, обязательно заходите, пишите свои вопросы и мы постараемся на них ответить в будущих видео. Итак, мы находимся на карте под названием Long Jump, я думаю смысл уже понятен и так из названия, а здесь нужно как можно дальше прыгнуть. Блин, на самом деле никогда не понимал, нафига люди тут тратят дни напролет, чтобы... что? Чтобы что это дало в КС вообще? Для чего это? Ну, типа научишься прыгать далеко, не знаю, там на нюке, допустим, на скалу сможешь залезть. Допустим, я научился прыгать на скалу, это там 220 юлитов, ну, допустим, да? А нафига там прыгать 270 или какой-то мировой рекорд вообще? Ну, насколько я помню, где-то около 260. Ну и для чего уметь так далеко прыгать? На самом деле, да, по игровым ситуациям, помимо скалы, я больше не вижу особо хороших и толковых применений этому навыку. Так что, неужели это все ради скалы? Ребята, ответьте в комментариях, кто этим занимался. Может, проще было подсадиться, пацаны? Так, давай попробуем, получится ли вообще хоть 220 прыгнуть. Так, 220, ну, по идее, это самое легкое, что тут может быть, но... Серьезно? Ну, что-то, ну да. Давай. Слушай, я не говорю, что это я когда-то умел делать, так что, естественно, мне и сейчас не получится. Блин, слушай, это тяжелее, чем кажется. Окей, хорошо, а что у нас, кстати говоря, там по вопросам? Ну, один из самых актуальных вопросов, которые нам постоянно пишут в комментариях, это... Как вам пришла идея видео про Членикс? А, ну, такой прикольный вопрос, на самом деле, многие, наверное, не знают, как создавался видос про Членикс. Многие, наверное, даже думают, что этот реальный чит. Вернемся в 2012 год. Если коротко, если прям максимально коротко, в то время очень были популярны видосы от MyDuckVision. Если кто-то помнит, такие видосы фейковые, авирусные, там, про заговоры всевозможные, про Макдональдсы, про ракеты, про инопланетяны и прочую лабуду. И они были очень качественно сделаны, и народ даже в них верил. И мы решили сделать что-то подобное про команду Na'Vi. А Na'Vi на тот момент была очень популярной командой, про нее вообще все знали. Как раз-таки Эдвард сделал в тот момент свой из Дмитэйс на Тускане. И, соответственно, мы решили придумать какой-то абсурдный чит с абсурдным названием. И сделать видео, как будто Na'Vi действительно его использовали, и этот чит помог им выиграть все чемпионаты. Собственно, мы выдумали якобы секретный чит с абсурдным названием, придумали шутки с ним. Все это скомпоновали в одно видео на ходу данного сюжета. Сделали его буквально за полтора дня. Выложили, и тогда вообще не ожидали, что он так сильно взорвет все сообщество Counter-Strike 1.6. Сейчас вы видите на экране, что было со стеной Эдварда сразу после выхода видео. Во, паниху. Вот эти, кстати, карты мне больше нравились, чем просто лунгджамп. Тут хоть какое-то есть разнообразие по локациям и по этим кубикам. Так, о, старт. Таймер старт. Давай попробуем. Давай попробуем. А, тут есть парашют. Парашют есть? Да, у тебя парашют был. Это не у меня было. Это еще кое-каке подключился. Ребят, если что, мы не профессионалы, и на этих картах играли, наверное, в последний раз лет шесть назад. Поэтому, если не сможете перепрыгнуть два кубика, не судите нас строго. Так, есть еще один вопрос, интересный довольно. Может быть, у тебя есть случаи какие-то по этому поводу. Так, узнавали ли вас подписчики на улице? А, да, кстати, было пару случаев прикольных достаточно. Один случай, я сидел как-то за компьютером, играл в КС, и мне приходит сообщение ВКонтакте. Выгляни в окно. Я сначала не понял, чего, блядь, выгляни в окно? Поначалу я стал даже немножко нервничать, и не хотел к нему подходить. Но это сообщение не давало мне покоя. Была уже ночь, зима, темно, и у меня под окном стоит фонарик, который освещает небольшую полянку. Я встаю, осторожно выглядываю в окно, но там никого нет. А на снегу вытоптаны большие цифры. Один, три, три, семь. Я это увидел, офигел, и сел дальше играть в КС. Тот парень, кстати говоря, больше ничего не писал мне. И второй случай, я как-то в магазине стою, на кассе уже, ко мне подбегает какой-то малой пацан, там лет 13-12, кричит мне пилит утр и убегает. Но это было, на самом деле, в моем родном городе. Я случайно спалил, ну как случайно, я в видосе засветил свою квартиру. Из окна я снял кусок тутера, и какие-то подписчики узнали, где я живу, и после этого начали докапываться до меня периодически. То есть, по сути, в твоем городе тебя знали? Какие-то подписчики, да, меня узнавали, встречали на улице. Понятно. Ну, благо, меня это не коснулось, так как в интернете я особо не палюсь. Ну, после тех случаев я, кстати, стал более анонимен. Поэтому даже многие подписчики не знают, как меня зовут. Да, и поэтому ты завел аккаунт Леши Стана, да? Да, да, кстати, для этого я его и завел. Фото, кстати, смешное там. Где ты взял вообще? Кто это такой? Ну, какой-то фанат скинул мне. Слушай, ну, учитывая, что сейчас 2019 год, вот если нажать таб, то довольно много людей сейчас здесь находится. Я даже удивлен. Скорее, Талтскулы тут бегают. Вряд ли какой-нибудь школьник скачает Steam, купит КС 1.6 и будет прыгать по этой скале. Следующий наш вопрос. Что такое тутеры и для чего они были созданы? Ну, смысл тутеров был такой, что это был именно стеб над мейнстримом. Все, что было актуально на тот момент, мы просто вынесли на показ и высмеяли. И со временем это просто превратился в стиль определенный, в какое-то шоу. А на самом деле, даже сейчас помню, когда я сделал первый тутер, и он начал набирать просмотры. Я вообще, на самом деле, очень сильно удивился, когда он прям перевалил за 100 тысяч просмотров. И кто-то написал комментарий, GoTutor2. Я такой подумал, блин, а прикольно было бы сделать вторую часть тутера. И когда я сделал вторую часть, она еще сильнее стренивала, и после этого понеслось. Тогда, конечно, мы делали видео намного чаще. Каждую неделю у нас выходило по новому ролику. Но потом все это подутихло, и тутеры стали выходить раз в год, в лучшем случае. На этой карте я, честно говоря, вообще никогда не играл, потому что у меня не получалось так виртуозно бегать и прыгать по этим стенам, крышам. И самое главное, приземляться на землю и не терять хп. Так, следующий вопрос. Он меня, на самом деле, всегда бесил, когда я видел, когда его пишут. Ну, он адресован был к тебе, но бесил он также и меня. Ты ли сделал видео про Котэ? Помнишь, такой, может быть, мувик был, где чувак бегал с щитами. Да, да. Кстати, классный мувик. Если честно, мне понравилось очень начало видоса. Вот после начала видоса, интро, там уже последующая часть мне, ну, естественно, не нравится, потому что вся фраг-часть сделана исключительно с щитами. Да, но вопрос здесь был именно, ты ли сделал этот мувик? И про тебя, Леон? Потому что в одном из моментов... Давай, следующий вопрос, что там? Потому что в одном из моментов написан твой ник. Вот за это люди зацепились. Нет, на самом деле, конечно же, видео делал не я, и фраги тоже не мои. Это сделал какой-то чувак, просто написав мой ник. Он, наверное, был моим фанатом. И, видимо, ему полюбились мои мувики, и он решил просто написать мой ник, наделать фраги с щитами и скепить что-то похожее. По-моему, это самый дурацкий бот, на котором я только играл. Если не считать тюрьму, конечно, она еще хуже. Максимально тупо играть здесь, особенно когда в 90% случаях какой-нибудь админ, школьник, сядет с пулеметом в углу с бесконечными патронами, и которого невозможно убить. Очень тупой вопрос, но, тем не менее. Видео с Маркеловым, где он делает 5 хедшотов с одной пули на Дасте. Это фейк или правда? Да, конечно, это правда. Как и 5 хедшотов от скрима в CS GO на Дасте. Конечно, видео с Маркелом это фейк, мне не пришлось играть с щитами, и я не просил друзей встать в рядочек. Кто не знает, Диггл в CS 1.6 убивает только двоих с одной пули. Я просто подставил дополнительный хат убийств через программу и комментаторов с другой игры. И, конечно же, я не ожидал, что видео соберет почти 8 миллионов просмотров, и будет одним из самых просматриваемых видео на ютубе по тематике CS. Следующий вопрос, такой ностальгический довольно. Когда вы начали играть в CS? О, CS, когда я начал играть. Честно говоря, я уже версию самой игры не помню, но, наверное, с версии 1.3 какой-нибудь, и, может быть, даже еще раньше. Вот когда только они появились в компьютерных клубах, я прям сразу начал играть. Да, на самом деле, я даже помню тот момент, когда я первый раз зашел в компьютерный клуб. Тогда это стоило 10 рублей в час. Я видел, что люди играют в CS, но я не знал, как это, что это, что там нужно делать. А тогда, на самом деле, даже сложно было зайти в CS, там переход был из Half-Life какой-то замудренный. Не каждый человек мог зайти, да. Я помню. В CS. Ну, геморрой, да. Поэтому рядом какой-то сидел чувак, такой-то гопник лет 17. Ну, знаешь, это классическая история. Всегда сидишь, и какой-то сидит гопник рядом, и тебе что-то начинают подсказывать, рассказывать. Это же самое было? Да, да, конечно. Сидит гопник в куртке просто. Я, естественно, спросил, слушай, а что тут делать-то? Ну, перешел мне из Half-Life в CS, подключился к пацанам. Я просто появляюсь, как я помню, на салте, возле зеленой машины за контрол. А, да, да. Я вообще не понимаю, что тут делать, как идти, куда идти, как покупать автомат, уж подавно я не знал. Я просто ему вопрос задаю. Слушай, слушай, а как ехать-то? Он просто в ахуе поворачивается. Я стою возле машины и спрашиваю, как ехать. Он говорит, ты что, отморозок, что ли? Тут нельзя ехать. Вот, иди, нажимай такой на W. Я пока он палец не убрал, скорее перехватываю то место, куда он нажал, даже не знал, куда он жмет. Просто, чтобы не потерять эту клавишу. И вот я понял, как идти вперед. Вот и, собственно, вот так я и играл в то время. Я просто не знал, как идти. Ходить там влево-вправо, назад так, тем более. Просто я знал, как идти вперед и двигать мышкой. Давай следующий. Что ты делаешь в свободное от CS-время? Где ты вечно пропадаешь? А, ну, так люблю на велике покататься, на лыжах, погулять, по ходу сходить. Садимся в радтрак, едем до скалы Пастухова, а тут уже пешочком. Кстати, если вам интересно, могу почаще выкладывать видео с лайва. Следующий вопрос. Были ли у вас какие-то забавные случаи в компьютерных клубах? У меня? Блин, честно говоря, я даже не могу вспомнить. Давайте, может, чуть попозже отвечу. У тебя были какие-то? Ну, тоже, когда мне было лет 9 или около того. Знаешь, там такой был типичный клуб начала 2000-х, такой подвальный. Ну, классика, да. И стоил он тогда 10 рублей в час. И компы были такие постоянно забитые. Ты приходишь там, и тебе админ говорит, что все компы заняты. И ты ждешь своей очереди, ждешь, пока он тебя позовет, когда комп освободится. И вот я помню, так вышел на улицу постоять, подождать. Постоял, да. Подходят пацанчики, видимо, из местных такие, лет по 16, по 17. Ну, такие чисто гопники в Адидасе. Такие, знаешь, ростом, наверное, с два меня на тот момент. И один мой ровесник, судя по всему. И такие подходят, малой, есть сигарета? Я такой, сигарета? Ну, нет, я на курячего похож в свои 9 лет. И они такие, ну, а рубль есть? Я такой, нет, рубля тоже нет. Ну, они видят, что я стою в компьютерный клуб, явно и с баблом. Такие, а что тогда стоишь здесь? Я такой, да, вот. Ну, дурака включил, типа, вот так, прохлаждаюсь, стою. Ну, я такой гляжу, они меня такие уже начинают обступать. И один из них самый длинный такой подходит. Может, тебе ебало разбить? Серьезно? Я понял. Здравый смысл мне подсказал, что лучше отдать им этот рубль, чтобы ебались. Ну, засовываю руку в карман. Понимаю, что у меня там, ну, мелочи уже. Понимаю, что если, блин, сейчас я достану вместо одного рубля два или пять, да, ну, блин, ну, по-любому же, бля, отожмут. Глаза загорятся, увидят. Ну, и поэтому начал там старательно так выбирать. Достал, слава богу, это был один рубль. Они взяли его довольные и пошли. Подожди, а что раньше можно было вообще купить на рубль, в принципе? Ну, допустим, пару сигарет можно было вполне, там, бабки с семечками продавали поштучно, как бы, запросто. А, точно, да, была такая тема. Вот, и я потом спустился в клуб вниз уже, когда мое время пришло. Я, блин, дико боялся, что меня счет просто выгонят. Вместо десяти рублей я даю девять. Ну, админ такой посчитал, говорит, иди садись. И когда я пошел, сел за комп, там время стояло не 60 минут, а 55. Я думаю, фух. Хорошо, что я не начал воевать за эту трубу. Мне кажется, хорошим бы ничем не закончилось. Но в то время, сам помнишь, в основном контингент в этих клубах был именно такие гопники, чаще всего. И пиздюки. Ну да, ты относился ко второму, да? Это сначала. Потом он взрослется и поменялся. Потом ты начал, да, рубли отжимать? Это такая шутка. А, что вы планируете делать дальше? А дальше, в смысле, видео, какие на канал, да? Ну да. А, ну, на самом деле, почитав под последним видео комментарии и посмотрев количество лайков, мы решили сделать видео о том, как люди играли 20 лет назад в Counter-Strike, как они ходили в компьютерные клубы, как там сидели всю ночь, как прогуливали уроки. Вот такую историю. Ну да, вот подобные байки, что я только что рассказал. Я думаю, будет интересно послушать и вспомнить. Следующий вопрос. Он такой довольно навязчивый. Будет ли тутер? Ну я так тебе скажу. Сейчас все время посвящай работе на... Ну вот, думаю так. Итак, мы пробежались по всем остальным режимам CS 1.6. Пишите в комментариях, какие были вам больше по душе, на какие из них вы тратили больше всего времени. Кстати, кому интересно, есть новая лига по CS GO. Ссылка будет в описании. Если такой формат видео вам понравился, поставьте лайк. И мы будем делать такого рода выпуски чаще. Также подписывайтесь на наш канал и на наш профиль в инстаграме. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok